Александр Бычков уже более 10 лет работает водителем автобуса. И если для кого-то это изнурительный труд, то для него можно сказать образ жизни. К пробкам и скандальным пассажирам уже давно научился относиться спокойно. Водитель с крепким характером. Сейчас вот сделали выделенные полосы, как бы хорошо ездить стало, намного проще. То есть по времени везде успеваешь, все как бы нормально. Однако пассажиры нередко жалуются на нехватку общественного транспорта и его техническое состояние. Парадокс. Но у владельцев автопарков машин достаточно. На некоторых предприятиях простаивает больше 20 исправных автобусов. Их бы и готовы выпустить на линию, но нет водителей. Виталий Овсяников технический директор в транспортной компании. Мужчина говорит, что за последние два года не приняли в штат ни одного молодого сотрудника. Они просто не приходят. Состав рабочих 45 плюс. Несмотря на то, что для водителей готовы предоставить все условия для работы. Есть комнаты для жилья. То есть предоставляем жилье водителям с деревень, с сел, если приезжают к нам сюда. Но вероятно, люди просто не хотят работать за те деньги, что предлагает рынок. Мы решили посмотреть, какая зарплата сейчас у водителя автобуса. Объявления есть на многих сайтах. И везде примерно одинаковые цифры. 25 тысяч рублей. Причем за график 2 на 2 и 10-ти часовой рабочий день. Многие скажут, копейки. Вдобавок, как всему, водителям тяжело физически и морально. Профессия становится не айс. Работы много. Работа тяжелая. Хотя раньше вообще горе не знали. Проблем не было. Не знаю, что с народом происходит. Кстати, сегодня одной из главных проблем общественного транспорта – кадровый голод – обсуждали и в мэрии. Вопросы стимулирования водителя, повышения заработных плат, сейчас мы обсуждаем. Получается, решить проблему с нехваткой водителя можно только с помощью повышения зарплаты. Вопрос в другом. Смогут ли предприятия себе это позволить? Есть мнение, что ситуация с мостом заставит пересесть на общественный транспорт. Отсюда и пассажиропоток большой будет. Соответственно, прибавится и бюджет. И уже тут можно думать про поднятие зарплат. Но так ли это будет на практике – вопрос открыт. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.